всем пациентов картридж минифит макс один из них я уже пытался разбирать я как бы сейчас на нем опять вспомню как он разбирается остальные к сожалению пациенты где-то гар чувствуется где-то еще что-то непонятное первый минифит разобрал он состоит из 5 из пяти частей и проблема была в том что спиралька потеряла контакт со своей ножкой следующий пациент на разборку тоже нет контакта ну там осталась куча жидкости не будем ее терять до собираю и начну разбирать решил все таки добавить маленькую последовательность вначале снимается вот эта крышечка вот так она выглядит это уже без крышки вот крышка в наличии потом аккуратно вынимаются по одному контакты каким-то легким острым предметом и так далее достав два блестящих контакта вот этих вот вот как здесь он выглядит в собранном состоянии у нас есть две проволочки это контакты к самой спирали далее вытащу силиконовый уплотнитель силиконовый уплотнитель легко достается пинцетом либо каким-то острым предметом она мягкая поэтому легко изгибается и вытаскивается вот это вот такая штучка далее целиком можно будет вытащить ту конструкцию которая осталась внутри пластиковая емкость допустим этим ну потянув кусачками за просто за пластик она легко вытаскивается вот наш основной корпус и вот дальше будем разбираться с вот этой штучкой ну и далее эта штучка все равно состоит и из четырех частей два корпуса две части корпуса спираль и вата ну и как бы сейчас после разъединения покажу далее забыл добавить перед тем как разделять эти два корпуса желательно выровнять резкость желательно выровнять спирали два этих кончика потому что они изначально загнуты были разделим между собой эти два чуда ну ну отсюда уже и непосредственно выходит воздух пар и наше сердце это это спиралька как ее показать ближе или лучше не вот спираль и пронизанная через нее вата спираль черная соответственно там немножко подгорел буду пробовать дальше что-то с этим делать пока вертел крутил оказалось что спираль и сейчас и ножки длиннее стали была высоко посажена и доставала до контактов чисто теоретически проверили работает и все но в процессе нагрева перегрева из-за того что спираль была выше я и сейчас поставил на место засунул ниже поэтому и получилось вот второй экземпляр видите как корпус искривило это первый экземпляр да он тоже не идеально ровный но там немножко повело это та же скривила от перегрева из-за того что спираль была очень близко к вот этой части выхода пара пошло ну как бы перегрев пошел пластик начал изгибаться и потерялся контакт который так там еле доставал из этой штучки ну я достал мою спираль с ваткой ватка нормальная ну как по мне можно попробовать заменить я что не делал еще ну попробуем заодно и прокалим спираль ну обновим ее деребанил деребанил получилось вытащить вот эту всю вату старую цель же не просто контакт соединить а еще и научиться менять вату и вот то что у нас получилось вот наша спираль мини фит ну что сейчас попробую ее зачистить кустарный способ подразумевает что нет возможности у меня ее прокалить резкость поэтому будем попробуем использовать горелку пока что тогда получилось ну как бы уже без нагара прокаливал вот этой фигней ну и соответственно все окислы там нагар постепенно слетели пока сердце лежит и ожидает пошел за ватой новый есть вот такой вот кусок ваты да он вроде слоеный ну блин как с ним работать хрена узнает ну возьмем кусочек позже покажу что получилось покажу а не как делал что-то мутил крутил какие-то усище получилось с первого раза не получилось там много было оно вообще не пролазило взял половину меньше вроде пролезло ну посмотрим усище сделал попышнее прошло как минимум 15 10 или 20 минут не знаю но у меня получилось эту спиральку туда всунуть для того чтобы тут выглядывали наши контакты ну как бы так показать ну совместил два устройства спираль с ваткой ну лишнее обрежем не знаю правильно я сделал или нет ну как-то какая-то чуйка блин лучше не обрезать ну попробуем потом скажу была чуйка хорошая либо плохая а пока все в процессе сборки достигаем момента истины а не проще ли купить новый ну наверное нет потом скажу почему ну это геморрой это я еще даже не собрал я уже ни в чем не уверен и эту силиконовую фигню еле одел что вот эти два контакта попали в эти дырочки мысли потом время позднее надо ускоряться контакты зафигачил чуть позже ну есть надежда разобрал собрал поменял немножко исправил сейчас надо будет жидкость залить и узнать вообще работает оно либо так сельки на грамотах заправил картридж данной жидкостью нужно чтобы прошло минут пять-шесть для того чтобы та вата которую я туда засунул и удалил место родной хотя бы немножко пропиталась а там будем пробовать ну и подопытный жидкость залил сейчас будем дегустировать короче одной рукой неудобно так это старый картридж который мне сейчас пользуюсь это тот который я пытался восстановить по нему видно что он не новый насколько вот блестки царапинки ну блин он не новый поэтому я не подсунул новый типа во первых контакт есть я его взял в обработку потому что в нем было много жидкости ту которую я высосал и тем не менее пропал контакт просто не работал но у меня была надежда что спираль целая и спираль оказалась целая и все что я проделал дало результат парит а до этого нет ну а как вкусно невкусно будет это уже дело такое просто к чему всего все это видео к тому что магазин который продал мне этот гаджет у них там проблемы с таможней у них нет сейчас картриджей получается у меня есть перегоревшие картриджи соответственно ну заливать дорогую жидкость и курить или дышать паленой ватой ну как то не прикольно ну вот и попробовал первый эксперимент хотя у меня тут еще он сколько пациентов бывших можно и с ними что-то еще начудить может и их восстановлю видите сам факт что подсадили на данный гаджет а у них нет просто картриджей таможня виновата никто не виноват виновата только таможню охренеть всем спокойной ночи время у меня вышло